Всем привет, это Андрей Бузатер. В этом видео я подведу промежуточные итоги нашего вчерашнего схода. Промежуточный, потому что еще ничего не окончено. Говорю огромное спасибо всем, кто вчера пришел и пошел с нами за сосисками. Вчера мы продемонстрировали настоящее гражданское общество лучшим его проявлением. Но нам предстоит еще много всего сделать, чтобы наш район стал таким, каким мы хотим его видеть. Итак, по окончании схода ко мне подошел директор МУПДЕС и предложил рассмотреть их управляющую компанию как альтернативу диском-сервису. Наши активные граждане тут же нашли информацию об этой компании, за что им большое спасибо. И как-то выглядит все это не очень. Много долгов и вообще, короче говоря, отмелим мы эту компанию. Но если кто-то заинтересуется, пишите мне, я поделюсь контактом. Также подошел представитель общественной палаты Подольска и предложил действительно, на мой взгляд, дельное предложение собрать большое собрание активистов и ответственных работников администрации для решения обсуждения острых вопросов. В первую очередь дольщиков и наших текущих проблем. Для самоорганизации я предлагаю сделать следующее. Первое. В каждом доме выбрать представителей, кто будет в чате района вещать от дома. От конкретного какого-то дома. В группе, вот эта, которая называется ЖК «Красная горка» в WhatsApp, обсуждать только проблемы района, такие глобальные, ну и делиться опытом, проблемами. Чтобы нам не утонуть в спаме и проблемах, типа «пахнет кошками» и «продаю КамАЗ», каждый из нас должен ответственно относиться к тому, что пишет. Вопросы запахов и прочих каких-то мелочей можно решать в группе внутри дома, внутри домовые, так сказать, группы. Для общественной палаты каждый дом или группа домов формирует вопросы и проблемы, может быть предложения какие-то. Мы отправим эти вопросы в общественную палату, чтобы ответственные работники администрации подготовились и на совещании уже давали конкретные ответы на конкретные вопросы. Далее мы собираем группу из представителей тех, кто пойдет в общественную палату. Что касается управляющей компании, представители домов, может быть, обсудят во внутридомовых вот этих группах возможность, желание сменить или там не менять управляющую компанию. Может быть, кто-то хочет сделать ТСЖ или вообще есть какие-то другие, может быть, предложения, как нам повлиять на нашу действию, существующую компанию и надо ли ее менять. В общем, это все на усмотрение каждого конкретного дома, каждой конкретной группы людей. После сбора данных можно либо встретиться активистами, либо в чате обсудить и решить, что мы будем делать с управляющей компанией, будем менять, не будем менять, и вообще надо ли нам это. Может, у кого-то еще какие-то дополнительные идеи. Что касается общественной палаты еще. На данный момент пришли конкретные вопросы от дольщиков Садовой-14 и общие вопросы благоустройства района. Там парковки, какие-то зеленосаждения, что-то еще. Поэтому завтра в течение дня еще ждем вопросы от остальных заинтересованных граждан. Особенно многие пишут, что Садовая-20, но от них я не вижу сформулированных перечня вопросов. Поэтому пришлите, пожалуйста, давайте не затягивать. Какое железо пока горячо и пока нас готовы видеть в администрации и общественной палате, но почему бы этим не воспользоваться. Когда завтра в течение дня мы ждем эти вопросы, и дальше я их сформирую в один какой-то файл и отправлю в эту общественную палату. Они, в свою очередь, перенаправят их в администрацию, где ответственные лица подготовятся и тогда нас уже пригласят на это совещание, где мы все это дело обсудим. Может быть, к тому времени появятся еще какие-то вопросы, которые мы там и зададим. И к этому времени у нас уже должен быть сформирован состав делегации. Поэтому давайте активно участвуйте, предлагайте свои кандидатуры, назначайте силком. Я не знаю кого-нибудь, кого считаете активистом и грамотным человеком. То есть все в наших руках. Никто за нас ничего делать не будет. Надо это понять. Еще дополнительно. Несколько человек сегодня мне писали в личку, а не засланный ли я казачок и не действую ли я в интересах каких-то там сил, которые делят рынок, услуг и что-то там еще. Ну, что можно сказать по этому поводу? Бред, конечно. Но при этом люди приводили довольно убедительные доводы насчет передела собственности котельной. То есть, что это котельная это золотое дно и там, в общем, хотят что-то передать от одного собственника к другому собственнику и так далее, и так далее. Я, честно говоря, в этих делах не знаю всей этой кухни и, честно скажу, и не интересовался. Более того, я не интересовался этим вопросом до тех пор, пока у нас вообще воду не отключили. После этого я начал там активно снимать видео, ходить в правящую компанию и так далее, и так далее. И во что это все вылилось, ну вот, это буквально случилось за 4 дня. Поэтому, ну, в общем, я никому, конечно, доказывать ничего не буду там, о том, что я засланный, не засланный. Каждый там решает по-своему. Но в целом, в целом, в целом, в целом, что я хочу сказать. Если эти люди готовы поделиться своей информацией, своими мыслями о том, что идет передел собственности и что мы, как граждане, просто пешки в этой игре, например, да, и кто-то пользуется, ну, нашим, может быть, специально воду отключает что-то еще. Давайте встречаться, давайте запишем видео. Вы расскажете, приведете свои доводы, приведете свои доказательства, там, измышления и прочее. И люди уже сами решат, да, действительно ли мы в какой-то опасности или это просто кто-то пересмотрел там РЕН-ТВ, например, еще что-нибудь такое. Поэтому вполне возможно, что ваши опасения, которые вы высказываете, они имеют под собой какую-то реальную основу, может быть. Значит, что касается этого канала на Ютубе, да. Этот канал специально создан для нашего района. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик. И когда будет выпускаться новое видео, вам на почту придет уведомление о том, что на нашем канале добавлено новое видео. Вот, посмотрите обязательно. На этом канале, если поддержат мою инициативу активные жители нашего района и активисты ваших домов, я предлагаю записывать короткие видеоотчеты, может быть, раз в месяц, например, что по нашему дому там проведена такая-то работа, или у нас есть такая-то проблема, или как вот вчера, нам надо было срочно собрать людей. И, ну, хорошо, чтобы был WhatsApp, но также мы можем сделать это объявление, записать видеообращение, сказать, что, ребята, у нас там полная задница, нам надо выходить на улицу и идти за сосисками. Ну, хотя очень надеюсь, что больше этого не понадобится нам и вообще. Еще раз спасибо всем, кто вчера пришел, кто пошел за сосисками. Это было вообще очень круто. И, я не знаю, видел ли Подольск подобные проявления гражданской активности вообще или нет, но это было круто. Спасибо вам большое. Значит, все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, будьте в курсе событий и интересуйтесь. И самое главное, менять нашу жизнь в нашем районе можем только мы. Никто за нас это делать не будет. Отнеситесь к этому серьезно. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok